Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Их автором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Тэмпл и руководитель Лондон Сити Чорч Коллин Дайв. Меч Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных снарядить сегодняшнее поколение христиан, подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором для углубления познания Бога, личных самознашений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема – живая вера. Как ты можешь иметь живую веру в живого Бога? И во время наших программ мы с вами рассматривали, как такая вера приходит, как убежденность в нашем сердце. Это не что-то, что мы сами сделали или произвели. Когда апостол Петр сделал свое великое исповедание веры относительно того, кем был Иисус, он исповедовал и сказал, «Ты Христос, Сын живого Бога». Тогда Иисус повернулся к нему и сказал, «Петр, ты благословен, но помни, что не ты сам это придумал или сделал. Оно не пришло к тебе через плоти крови». То есть не плоти крови тебе это открыли, но ты получил это понимание, потому что Отец Небесный дал тебе откровение. Другими словами, это Божие откровение в твоем сердце, оно дает тебе вот эту убежденность в том, кем является Иисус. Но точно так же, как убежденность Петра была выражена в исповедании его веры, он сказал, «Ты Христос, ты Сын живого Бога». Точно так же, ты и я, нам также нужно исповедовать свою веру. Нам нужно декларацию эту произнести. Заявление делать Иисус говорит от избытка твоего сердца. Говорят уста, поэтому, если сердце твое наполнено верой, тогда из твоих уст, из твоего языка будут сходить слова веры. Ты сможешь провозглашать, кем является Иисус Христос, кто он. И такого рода провозглашение является частью, наполненной плодами жизни веры. Другими словами, плоды веры становятся очевидными в твоей жизни. Когда кто-то исповедует Христа и провозглашает, что Он Сын Божий, мы знаем, что это действительно плод. Это плод или плоды измененной жизни человека. И эти плоды развиваются. То есть, это не только то, что мы говорим, но также это влияет и на то, что мы делаем, то есть, как мы поступаем. На сегодняшнем занятии мы с вами более глубоко рассмотрим, как вера проявляется в твоей жизни, и как исповедание веры действительно устанавливает направление для твоей жизни до самого ее конца, потому что ты провозглашаешь Его, ты любишь Его, и ты живешь для Него. Это и есть реальное, настоящее исповедание веры. Поэтому я молюсь, когда вы будете сегодня смотреть и слушать, чтобы Господь вас благословил, укрепил вашу веру, и чтобы вы увидели, как вот ваше убежденное сердце поднимается и помогает вам сделать декларацию или заявление про возглашение и исповедание вашей веры. Бог да благословит вас. Итак, другими словами, все, что ты делаешь, является отражением того, кем ты являешься. Вот почему это так важно, понимать вот нашу необходимость или нужду родиться свыше. Вот почему Иисус сказал, пока не родишься свыше, ты не сможешь увидеть Царствие Божьего. Это Яна 3.3. Вера должна проистекать из нашего вот этого переживания рождения свыше. Иеремия говорит, лукавое сердце человеческой боли всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия 17.9. Не обманывайся. Сердце, оно очень обманчивое и лукавое. И что говорит Бог? Что пока ты не родишься свыше, все, что будет исходить из тебя, это вся нечистота, смущение и лукавство человеческого сердца. Но когда ты рожден свыше, Бог дает тебе новое сердце, новый дух у тебя, и твоя жизнь начинает приходить в соответствие вот с этим новым сердцем. Ты начинаешь делать так же то, чего ты не делал бы раньше. Ты начинаешь переставать делать то, что ты привык делать. Единственное доказательство этой новой жизни, единственное доказательство, извините, нового рождения, рождения свыше, это вот эта вот новая жизнь, которую ты показываешь. Но новая жизнь, она проистекает из нового рождения, рождения свыше. То есть то, что ты делаешь как верующий, как ты поступаешь, оно проистекает из того, кем ты являешься как верующий и того, что сделал Бог в тебе, точно так же говоря о вере. Ты не можешь ходить и притворяться, что ты веришь, потому что Бог всегда работает так. Он начинает с того, что внутри, а потом производит изменения и во внешнем. В других религиях, там наоборот, они работают над внешним и потом пытаются как-то запихнуть это внутрь. Даже когда происходит психологическая трансформация или преображение, это лишь внешняя часть твоей личности, а Бог работает изнутри и оно проявляется наружу. Это не значит, что мы отвергаем послушные поступки. Конечно, нет, но послушание должно быть послушанием веры. Это должны быть слова и действия веры. Библия использует такой пример дерева и плода. Доброе дерево, сказал Иисус, не может приносить плохой, да, извините, если я неправильно сказал, хорошее дерево не может приносить плохой плод, а плохое дерево не может приносить хороший плод. Итак, если дерево плохое, плоды тоже будут плохими, а если дерево хорошее становится, то и плоды становятся хорошими. Яблоня, она не будет производить плоды вишни, но яблоня производит яблоки. По плодам этой яблони ты узнаешь, что это за дерево. Если ты сорвал вишню с дерева, это значит, это вишневое дерево. Вот что это значит, быть рожденным свыше. Это значит, что ты получил, принял новую жизнь от Иисуса. Вот что это означает, ходить в вере. Ты ходишь, ты живешь вот своей внешней жизнью на основании того, как ты живешь своей внутренней жизнью. А все, что меньше этого, является лицемерием. Итак, я вам пообещал, что мы вернемся еще к этому моменту, только потому, что существует вот такая опасность пустого исповедания, когда люди просто бездумно произносят механические писания стихи и думают, что это настоящее исповедание. Я вам показал, что этого нужно нам избегать. Это совсем не значит, что нет ценности в том, чтобы нам выучить наизусть стихи из Писания. Важно нам учить наизусть, заучивать и повторять местописание. Когда мы изучаем, мы учим наизусть отрывки из Писания и Дух Святого, или точнее Духу Святому, это даст возможность говорить нам таким образом. Поэтому не думай, что это плохо. Открывай Библию, читай отрывок, стих и останавливайся, и говори, я хочу принять это, Господь. И тогда говори, исповедуй это вслух. То есть, прочитай это вслух, преврати это в молитву, преврати это в право соглашения или в декларацию, и когда ты будешь это делать, Божье Слово, оно будет опускаться глубоко в твой Дух, и Дух Святой будет говорить тебе, и это Слово начнет укореняться в твоей жизни. Но запомни, я сейчас говорю о библейском исповедании, которое происходит тогда, когда сердце попадает в твое сердце, и вдруг ты видишь, что ты по-другому произносишь это Слово. Может быть, ты его 50 раз произносил до этого одним способом, но 51 раз вдруг ты по-другому его говоришь. Теперь ты уже не просто механически произносишь Писание, теперь оно стало исповеданием, потому что оно течет из твоего сердца, сердце, которое приняло это Слово. Я даже не предполагаю, что 50 раз потребуется, чтобы оно попало вот так вот в сердце. Я просто, когда учу, в качестве примера, вот иллюстрации вам иногда такие даю. Итак, сейчас мы с вами хотим поговорить о том, как вера действует через исповедание. Когда мы произносим свое исповедание в соответствии с этой живой верой в наших сердцах, вот это побуждает наше обстоятельство прийти в соответствие с Божьей волей и Его целями. Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 17 главу. Здесь мы с вами целый ряд мест Писаний поизучаем, чтобы увидеть это. Итак, Матфея, 17 глава, с 19 по 20 стихе. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, а почему мы не могли изгнать Его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе сей... Научитесь языку веры, на самом деле. Вера говорит. Если вы скажете, если вы будете иметь веру размером с горчичное зерно, то вы скажете горе сей... Перейди отсюда туда, и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Разве это не показывает вам, что вот так работает вера? Вера действует через твои уста. Вера работает через исповедание. Поэтому, если ты имеешь веру, Иисус сказал, ты будешь говорить. Ты скажешь этой горе. Перейди отсюда туда. Мы знаем, что такое горы. Горы — это препятствия. Горы — это те вещи, которые стоят на пути воли Божьей. Они стоят между тобой и Божьей волей. Все, что стоит между тобой и Божьей волей, является препятствием и горой, которую ты можешь задвинуть. Верой. Марка 11, 22-23 стихи. Иисус отвечает и говорит им, имейте веру Божью. И здесь также переводят, также в других переводах, имейте веру Бога. Что здесь происходит? Иисус сказал что-то смоковнице, она засохла. И Петр спросил его, «Господи, смоковница, которую ты проклял, она засохла». Ну вот так. И говорится, что Иисус, отвечая, говорит им вот с 22-го стиха. Иисус понял, что вот такой вопрос ему сейчас задают. Это не было заявление, это был вопрос. Это было что-то, что удивило. Петр сказал, «Петр, посмотри, ты проклял ее, и она засохла». На самом деле он говорил им, «Господи, как это у тебя получилось? Как ты это сделал?» Иисус не повернулся и не сказал, «Ну, ты должен понимать, не нужно говорить о том, как я это сделал, потому что не тебе это знать. То, что ты должен знать, это почему я это сделал. А я проклял ее, потому что эта смоковница является иллюстрацией вот такого бесплодного, отступившего от Бога иудаизма. И это мертвая, пустая религия. Я всегда проклинаю бесплодную религию». Нет, Иисус обратился к Петру прямо на его уровне. «О, как это у тебя получилось, Господи?» И спросил Петр, «А Иисус сказал, «Я покажу тебе, как я это сделал, и как ты должен делать такие же вещи, потому что я призываю тебя проявлять Божье Царство, я призываю тебя провозглашать Божье Царство и творить дела этого Царства». Итак, Петр и все вы, он говорит им, «Послушайте меня, имейте веру в Бога или имейте веру в Божий, имейте Божий вид веры». А почему это так важно? Классический пример Божьей веры это когда Бог сказал, «Да будет свет, и появился свет, Бог сотворил своим словом весь мир». Твои слова несут в себе креативную, созидательную силу, если они являются Божьими словами, у тебя твоя вера имеет креативную силу, если это Божья вера, которая работает в тебе. «Имей веру Божью, ибо истина», 23 стих, «Говорю вам, если кто скажет, «Горисия», вы видите снова, кто скажет, «Горисий». На самом деле, нужно говорить, говорить горе. Нужно сказать этой горе, «Поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем». Почему мы говорим здесь об отсутствии сомнений? Потому что мы же движемся в Божьей вере, а Бог не усомневается в Своем Слове. Бог имеет абсолютную веру в Своё Слово. И вот такая вера у Него, и Он может дать ее тебе. Такую веру, Бог хочет, чтобы ты имел и в ней двигался, это повеление. И имейте веру в Божию. Поэтому, когда ты стоишь в какой-то ситуации, там, где существует противостояние, оппозиция, невозможная ситуация, что-то, что против воли Божьей, говори тогда, вот, высказывайся, вот как ты говори, если бы и глаза будут открываться. Так оно работает, потому что ты говоришь Божье Слово в своей жизни или вот в эту ситуацию. поднимись и вернись в море, кто скажет, горись и поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его. Буквально, верит, что те вещи, которые Он говорит, сбудутся. То есть, если ты веришь в те вещи, которые ты говоришь из веры, исходя из веры, в ответ на Божье Слово тебе и в ответ на откровение, которое ты получил, то есть, это уже не ты говоришь то, что ты хочешь, чтобы оно произошло. Давайте вернемся, помните этот процесс, услышать, принять, исповедовать, право сгласить Божье Слово. Он говорит здесь так, тот получит или будет ему, что и скажет. Вот исповедание веры. Посмотрите на Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 по 6 стихи. Здесь мы видим, как Иисус говорит им что-то очень и очень такое жесткое о прощении. И они подумали, это просто невозможно, как мы будем продолжать прощать вот столько раз. Мы думали, что 7 раз простить кого-то, это уже фантастика, но Иисус говорит 70 раз по 7. И они сказали, о Господи, умножь в нас веру. А Иисус говорит, да нет, вам не нужно иметь больше веры. Вам нужно использовать ту веру, которая есть у вас. Итак, Господь сказал, если бы вы имели веру с зерно горчично, сказали бы, это смоковнице и сторнись пересадить в море, то она послушалась бы вас. Итак, Иисус научил своих учеников говорить с верой, чтобы двигать горы. Вера, которая двигает горы. Сказать слово, которое будет менять твои обстоятельства. Потому что, когда Божья вера действует в тебе, Божье слово в твоих устах, оно имеет такую же силу, как Божье слово, исходящее из его уст. Как еще мы могли бы сказать, слепые глаза, открывайтесь, и чтобы эти глаза тебя послушались, если бы это не был Бог, который говорил так. И когда Бог говорит через тебя, Он говорит с такой же уверенностью, которую Он имеет в Свои слова, потому что это и есть Его слова. Сдвинуть гору это не проблема. для всемогущего Элухима. Когда мы слышим Божьи слова, мы принимаем их как семя веры. И это начинает расти, развиваться в нашей жизни, это семя начинает расти, и тогда мы можем начинать говорить. Тогда мы увидим, как горы будут двигаться. Нам не нужно иметь много веры, нам просто нужно увидеть, что вера, которая есть у нас, Бог дал ее нам, нужно следить, чтобы она росла и начинала влиять на нашу жизнь. Поэтому, когда эта гора оппозиции стоит между тобой и Богом и Божьей волей для твоей жизни, ты имеешь силу, ты имеешь власть, верой, сказать этой горе и убрать ее, сдвинуть ее. Халлелуя. И ты также, ну, нужно понимать, что здесь какое время в грамматическом понимании на греческом языке используется, здесь означает продолжать говорить длительное время. Один человек так сказал, я знаю, что происходит, когда я говорю своим горам. Они в ответ мне что-то говорят. Поэтому он в проповеди просто это все перечеркнул. Все эти, вот знаете, дела, связанные с исповеданием веры, он перечеркнул в одном предложении в своей проповеди, но я знаю, что мои горы тоже говорят мне что-то в ответ, но я продолжаю им говорить. Ты знаешь, что гора говорит тебе в ответ? Ты когда-нибудь разговаривал с горой? Кто-нибудь из вас когда-то вставал и говорил что-то горе? Хеллоу, привет! И эхо. Где ты? И эхо. Вы слышали такое, да? Это эхо. Я вот что скажу тебе. Я слежу, чтобы горы мне отвечали только то, что я говорю им как эхо во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Выйди, выйди, выйди. Отпусти мой народ. Отпусти, отпусти. Вот как твои горы говорят тебе. Все, что они могут сделать, это эхом крикнуть тебе обратно то, что ты сказал им. Поэтому перестань давать своим горам больше сил, чем у них есть своими негативными мыслями. О, боже мой, Бог забыл обо мне, Бог забыл, Бог забыл обо мне. Эхо такое вот звучит. Слишком поздно уже. Слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно. Эхо. Ты даешь силу своим проблемам своими негативными словами. Ты придаешь им сил. Говори веру. Говори разговором веры. Пусть Божье Слово просто так сильно наполнит твое сердце, чтобы то, что исходит из твоих уз, несмотря на обстоятельства, было бы в соответствии с Божьим Словом, продолжая его провозглашать. Верой, под помазанием Духа Святого, и тогда, рано или поздно, твои обстоятельства, они вынуждены будут подстроиться в соответствии с Божьим Словом. Халлилуйя. Халлилуйя. Ты знаешь, когда мы говорим именно вот о таком исповедании, нам нужно учить много о том, чему не стоит учить. Потому что многие, многие неправильно поняли вот это послание о вере. Вот знаете что? Назови это и потребуй для себя. Не называй это. Вот так вот словами схвати что-то. Знаете, был один человек, который, ну, работал у нас в церкви, он больше у нас не работает, но раньше он работал. И он был таким комиком, он всегда шутил. И его попросили ответить на телефон там вот в фойе. Это было в те дни, когда Уин Льюис был пастором Кенсингтон Темпл. И Уин Льюис, так получилось, что он позвонил, а тот шутник по телефону, который отвечал, не знал, кто там с другого конца. Он сказал, «Алло, Кенсингтон Темпл, ты почувствуй, мы исцелим, ты назови это, и мы провозгласим это». И тогда гора ответила ему в ответ. Это Уин Льюис. Увидимся в моем офисе через пять минут. Подойдите, пожалуйста, ко мне. Ну вот, как некоторые люди, он, конечно, шутил тогда, но все-таки есть люди, которые таким же образом относятся к посланию веры. Недавно я встречался с несколькими лидерами здесь, в Великобритании. Мы разговаривали, это было на конференции, мы разговаривали о различных аспектах послания веры. И они фактически так и сказали. что исповедание, вот все эти вещи связанные с исповеданием веры, это что-то такое странное. Это не библейское, это еретическая идея. Потому что они никогда толком не изучали этот вопрос. Они так и не получили откровения об этом. Я знаю, что некоторые учителя веры и некоторый материал о вере не всегда сбалансированно представляется. имеется в виду несбалансировано с другими частями писания. И поэтому во многих моментах я пытался во время нашей серии передач и разных темах, особенно сейчас на Дамонтапе, сбалансировать то учение так, чтобы вы знали, что это не просто метод какой-то или техника. Это не что-то, что, повторяй место писания, и что-то будет происходить. Это не так. Истина заключается в том, что то, во что ты по-настоящему веришь в своем сердце, оно обязательно будет звучать с твоих уст. И Библия говорит, что Иисус Христос является апостолом и первосвященником нашего исповедания. Устремляй свой взгляд на Иисуса, на великого апостола и первосвященника твоего исповедания. А ты знаешь, что это значит? Это значит, что когда ты исповедуешь Иисуса Христа, ты принимаешь Его апостольское и первосвященническое служение. Вот как ты спасаешься. Ты не можешь спастись без исповедания, потому что сердцем ты веришь, а устами ты исповедуешь и спасаешься. Если ты веришь в своем сердце, что Иисус Христос, смотри, если ты исповедуешь своими устами, что Иисус Господь, а сердцем веруешь, что Бог воскресил Его из мертвых, ты спасешься. Вот эта вера в твоем сердце приводит к исповеданию твоими устами. И в тот момент, когда ты провозглашаешь, что Иисус Господь, в тот момент, когда ты исповедуешь Христа на земле, Иисус исповедует тебя на небе. И поэтому происходит вот это высвобождение Его первосвященнического служения, и это прикасается к твоей жизни. И это точно так же с каждым Божьим обетованием. Это не только работает с обетованием спасения. Если ты веришь в обетование Иисуса об исцелении, и ты принимаешь это обетование в свое сердце, ты знаешь, что Он целитель. Ты знаешь, что Он исцеляет тебя. И ты начинаешь говорить это не просто как какой-то метод или техника, но потому что это вот реальность. Ты знаешь, я реально, по-настоящему верю, что Бог исцелит меня. Фактически, я верю, что это исцеление уже было совершено. Вообще-то, фактически, это очень реально. Я уже знаю, что я уже был исцелен. Ты не притворяешься здесь, конечно, что ты исцелен, когда ты не исцелен. Но вообще-то, оно и есть реальность, потому что ты берешься за вот эту суть, за субстанцию твоей веры, потому что вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, это субстанция того, на что ты надеешься. То есть, надеешься, это значит на будущее. Те вещи, которые ты с уверенностью ожидаешь в будущем, сейчас ты можешь держаться за них верой. Везде. Повсюду мы видим, как Бог ведет людей в этом исповедании. Абрам, тебя больше не будут называть Авраам. Твое имя будет Авраам. Наверное, насколько это было стыдно для Авраама, что его называли так, отец многих-многих детей. О, кстати, уважаемые присутствующие, вы не просто, вы должны что-то узнать. Не называйте меня Авраам. Называйте меня уже Авраам. Ха-ха-ха. Можно было услышать, как все начали смеяться. Авраам, да ты же старый дед. Тебе 99 лет, да посмотри на себя. Тело твое уже почти мертвое. У тебя что, дети родятся вот в таком возрасте? А Сара, твоя жена, она бесплодна. О чем вы тут вообще говорите? И ты говоришь, что ты уже отец? Отец множество. Он сказал, да, я их увидел. Мои дети, они как звезды на небе. А ты просто сошел с ума. Да нет, я не сошел с ума. Знаете, не написано, что Авраам отрицал вот эти физические доказательства. Он знал, что факты были фактами, тело его почти было мертвое, жена была бесплодная. Но вера, она такая, когда ты знаешь, что да, твое тело почти уже мертвое, ты знаешь, что твоя жена бесплодна, ты знаешь, что ты старый, и все позади уже, ты знаешь обо всем этом. И все равно ты имеешь эту способность верить, что ты являешься отцом множества народов, потому что Бог так предназначил, Бог так сказал, и на этом конец. Божье слово утверждено на небесах. И то, как ты говоришь, оно в соответствии с небесной истиной, потому что ты не ограничен земными фактами в своих словах. И вот в этой позиции ты возрастаешь и укрепляешься верой, и ты начинаешь разговаривать по-другому. Ты говоришь Божье слово, ты говоришь, ты провозглашаешь Божью истину, и когда ты вот так исповедуешь, то оно будет осуществляться для тебя. Ты получишь все, что ты скажешь, если ты скажешь это в вере и в соответствии с волей Божьей. Завершая наше занятие сегодня, позвольте мне вам напомнить, что Божье слово имеет такую же силу в твоих устах, как Божье слово в его устах. Это исповедание веры. Пусть Бог благословит вас. На этом мы завершаем нашу сессию. Мы с вами вернемся. В следующий раз мы продолжим наше учение, поговорим о том, как ты можешь возрастать в своей вере. На этом мы завершаем наше сегодняшнее учение о живой вере. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас сегодня, чтобы Слово Божие прикоснулось к вашей жизни и произвело больше и больше веры в живого Бога. В следующий раз мы с вами встретимся и продолжим наше учение на эту жизненно важную тему живой веры. Благословения вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова